Сегодня все мы тесно связаны с интернетом. Каждый день мы заходим в свою почту, в социальные сети, управляем сайтом и имеем аккаунты во многих онлайн-сервисах. Причем часто мы пользуемся несколькими устройствами, например, компьютером и мобильным устройством. Многие сервисы позволяют запомнить нас, когда при последующих заходах от нас не требуют ввода паролей. Но даже это не всегда спасает запоминанием всех наших паролей. Как управлять всеми своими паролями в одном месте, а также быстро заменить их и повысить интернет-безопасность, сделав свои пароли более сложными. Для этого существует множество сервисов и программ, которые называются менеджеры паролей. Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу об одном из них. Это LastPass. Сервис представляет собой простой и безопасный способ хранения паролей. При этом используются технологии шифрования и возможна только локальная расшифровка паролей. То есть даже если злоумышленник войдет в ваш аккаунт LastPass, он сможет увидеть только логинные сайты. Пароли же привязаны к вашим устройствам и только с них можно получить к ним доступ. Все мы знаем, что для лучшей безопасности пароли должны быть сложными, но так как их трудно запомнить, большинство паролей всегда достаточно простые и злоумышленники имеют большие шансы. Менеджер паролей LastPass решает и эту проблему. Он умеет генерировать сложные пароли, которые вам не нужно запоминать. Вообще название сервиса переводится как «последний пароль», который дает доступ ко всем вашим паролям, и только его нужно запомнить. Для того, чтобы начать использовать менеджер паролей, необходимо установить его на свой компьютер или мобильное устройство. LastPass устанавливается на компьютер как расширение для браузера. Здесь варианты для всех популярных браузеров. Я загружаю установщик LastPass и запускаю его. Выбираю те браузеры, которыми пользуюсь, снимая галочки с ненужных. Далее необходимо создать учетную запись, используя свою почту и придумав пароль. Также во время установки вы увидите, что браузер просит разрешение на установку расширения LastPass. Я это разрешаю и расширение устанавливается. После ввода данных для создания учетной записи у меня спрашивает, можно ли импортировать мои пароли, которые хранятся у меня на компьютере. Я отвечаю «да», и все пароли подгружаются. Этого можно не делать, а добавлять пароли самостоятельно при заходе на новый сайт. После успешного создания учетной записи я вижу, что в браузере появилась иконка LastPass. Теперь нужно его активировать, нажав на иконку или просто вводя в свой аккаунт на сайте. Иконка стала красно-белой, а значит LastPass теперь активен. Внутри аккаунта есть множество настроек, которые позволяют более удобно управлять паролями и сайтами, например, создать папки. Теперь при каждом входе на сайт, сервис или в социальную сеть, в том случае, если вы еще не авторизованы, в полях логина и пароля появились звездочки. Нажимая на них, я просто выбираю подходящую связку логина и пароля, если, например, у вас несколько аккаунтов. И все. Вход происходит автоматически и вручную ничего вводить не нужно. Также после создания учетной записи на почту вам придет письмо с уведомлением, а также ссылками на обучающее видео и руководство пользователя. А сейчас я покажу, как поменять пароль на более сложный. Для примера я поменяю пароль в Твиттере. Для этого захожу в настройки и вкладку пароли. Ввожу текущий пароль. Нажимаю на иконку LastPass в браузере. Выбираю генератор безопасных паролей и создаю пароль. После этого нажимаю принять. И он автоматически заполняется в нужные поля. При этом мне не нужно его запоминать, он уже привязан к моему логину в Твиттере. Теперь проверяю вход. Да, все получилось хорошо. Таким образом, LastPass это простой менеджер паролей с шифрованием данных и привязкой к конкретному устройству пользователя, который позволяет быстро генерировать сложные пароли, увеличивая этим безопасность. Последний пароль, который вам нужно запомнить, это пароль LastPass. Субтитры создавал DimaTorzok